К сожалению, все меньше остается живых свидетелей Великой Отечественной. И прежде всего это дети войны и малолетние узники фашизма. Именно к ним были обращены все теплые слова, которые говорили во время митинга на Аллее Славы в Видном. Мы хотели бы сказать слова искренней признательности, что вы через всю свою жизнь пронесли эти детские, нечеловеческие испытания и воспоминания. Спасибо вам большое и низкий поклон за то, что вы принимаете активное участие в жизни и деятельности нашего Ленинского городского округа. Действительно, эти люди, несмотря на возраст, активно участвуют в воспитании подрастающего поколения, оказывают помощь в проведении различных мероприятий, а еще делают свой посильный вклад в сохранение памяти о детях, которые стали жертвами уже другой войны. Мы, например, сделали скромные взносы для ухода за могилами детей на Аллее Ангелов в Донецке. И боевое братство во главе с Владимиром Леонидовичем Песоченко смогли отправить все по назначению, и могилы приведены в порядок. 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Но, по сути, он объединяет всех, кто помнит ту далекую войну. Хоть и говорится, что время лечит, забыть пережитый ужас до конца не получается. В памяти, как ребенку все стерлось. Только вот это, помнишь, свист бомб, эти бочки, они пустые с бомбами, кидали пустые бочки. И как нас собирали воспитатели детей, как цыплят. На территории совхоза организовали вот эти лагери. Как было страшно, ребята, под проволокой. Я, значит, меня, еще и мама умерла в 45-м году. В наше непростое время дети вновь оказались жертвами боевых действий. А значит, и эта памятная дата приобретает новый, дополнительный смысл. Я всем нам сегодня с вами желаю, чтобы мы старались жить так, чтобы у дьявола не было бы повода для радости. Чтобы мы жили так, чтобы дети не страдали от поступков взрослых. Завершился торжественный митинг возложением цветов. Дети войны веет холодом, дети войны пахнет голодом, дети войны дыбом волосы, на детских челках седые волосы. Дети войны и боль отчаяния, о, сколько надо нам минут молчания. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.